И снова здравствуйте, друзья! У нас новый день, естественно, новый проект в нашем цеху. Сегодня мы собираем кухню. Это, скорее всего, наверное, будет классическая, потому что у нас есть карнизы. Но если кто думает иначе, пишите в комментариях, потому что у нас с Алексеем возник спор по поводу то ли это классика, то ли это неоклассика. Самое первое, что я хочу вам показать, из чего она состоит. У нас крашеный МДФ фасад фрезерованный. У нас будут вот такие вот итальянские ручки под типу классики будут крепиться вот таким вот образом примерно. Но фасады у нас будут разные, будут как и такие, так и под стекло. Стекло у нас, кстати, диамант. Кто не верит, сразу показываю. Стекло диамант 4 мм. В таком фрезерованном фасаде в верхних секциях. ДСП у нас чисто белая, кромкованная ПУР клеем по всему периметру. То есть спереди двоечка, тут 0,4 мм. Тоже на наклеечке есть написано ПУР. Для тех, кто не верит, что мы кромкуем ПУРом, мы другого не рассматриваем. Ну, иногда, кто, конечно, хочет экономить, тогда мы клеим просто белым клеем. Далее у нас будут тандемы, плюсы. Будут петли 110-е с доводчиком. Ну, естественно, защелочки к ним. Далее ножки 150-е, защелки. Будет М6-я по краям на корпусе. Ну, и полкодержатель, шкант, минификса, рафикс, комформат, 30-й саморез, 16-й. Это самые ходовые, кстати, в кухне. В основном 16-й, потому что все задние стенки мы гвоздями не прибиваем, а исключительно используем 16-е саморезы. Плюс мы используем вот такие комары, навесные планки, светодиодная лента, 120 диодов на метр. Это свет холодный. Потом сенсорный выключатель вот такого типа мы используем. Он, да, чуть-чуть дороже, но он очень приятный на ощупь, потому что он металлический. Светится голубеньким. И ним можно регулировать яркость, если это позволяет светодиодная лента, конечно же. Далее у нас будет лоток обычный. По-моему, вольпата, если я не ошибаюсь. Ну и сушка, тоже фирму не помню, но самая обычная. В принципе, я вам показал самую малость из того, из чего состоит вся кухня. То есть будет еще, конечно, много всяких компонентов побольше, но это все вы будете видеть уже в процессе, так сказать, сборки. У нас будет прямая кухня и в отдельной стороне будет стоять пенал. Карниз я вам не показываю, потому что он длинный и уже порезанный, покрашенный. Ну и в принципе, я бы сказал, что она не особо сложная. Мы ее сегодня соберем, может быть, завтра упакуем и отвезем уже клиенту на монтаж. Саму сборку этой кухни я вам покажу, скорее всего, в таймлапсе, потому что сам принцип сборки нашего изделия, он пока не меняется. То есть, если мы что-то будем улучшать, я вам обязательно это покажу. Так что, собираем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соответственно, стекло Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот собственно ее вид Напомню, что это фасад MDF Крашеный Фрезерованный Под классику Ручки for Fiori М heard Ну в общем пойдем Всем фурнитуру от Blum Здесьussen висит все равно пока нет Витрина Так Baker стекло я вам показывал что мы клеили вот таким вот способом то сделали фрезеровку под это все чтобы было красиво ну и тут корпус сушки так нижним секциям тоже фасад фрезерованный мдф петли блюм корпус мойкой далее у нас идет посудомоечная машина bosch и в этом месте на стройная стиральная машина электролюкс далее выдвижные ящики тандем нового движения ну и в этой секции на 155 петля и тоже два внутренних ящика тандема соколь тоже крашеный мдф и в этой кухне есть еще подсветка под одну сторону led 120 диодов на метр цвет холодный ну и в этом в этой части у нас установлен пенал фасады распашные духовой шкаф тоже электролюкс и соответственно два выдвижных ящика тандем полного выдвижения в принципе вроде как и все и 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